Предлагаю вашему вниманию невероятно аппетитное, многокомпонентное и богатое красками аромата и вкуса блюда – валенсийская паэлья. Нам понадобятся следующие ингредиенты. 1. Рецепт приготовления валенсийской паэльи начинается с подготовки мяса. Кролика вымыть и обсушить. Нарезать порционными кусочками. 2. На сковороду налить немного растительного масла, желательно оливкового, и разогреть. Отправить туда мясо кролика и обжарить его. Затем снять и отложить в сторону. 3. Куриные ножки вымыть, обсушить и также отправить на сковороду с маслом, чтобы обжарить их. 4. На отдельной сковороде с высокими бортами, можно использовать вог, разогреть немного растительного масла. Тем временем очистить и измельчить чеснок, и перец чили. Отправить их в сковороду и немного обжарить. 5. Добавить креветки и обжарить их слегка. 6. Следом отправить на сковороду мидии и веточку тимьяна. Жарить на среднем огне, пока не испарится влага. 7. За это время можно очистить и нарезать мелким кубиком лук. Отправить его на сковороду и жарить, пока он не станет прозрачным. 8. За это время вымыть, очистить от семян и хвостиков сладкий перец. Нарезать кубиками и отправить на сковороду. 9. Консервированную фасоль, предварительно слив жидкость, добавить на сковороду. 10. Свежие помидоры вымыть и нарезать кубиками. Можно использовать консервированные помидоры в собственном соку. 11. Через 3-5 минут на сковороду можно отправить стручковую фасоль. 12. Положить в мясо курице, когда помидорный сок практически испарился. 13. То же самое касается и мяса кролика. 14. Добавить на сковороду белое вино. 15. Через 3-5 минут можно добавить немного шафрана. 16. Далее добавить куркуму, от щепотки до чайной ложки. 17. Посолить блюдо по вкусу и добавить молотого перца, с учетом того, что там уже есть острый перец. 18. Отправить в сковороду нежирный бульон и рис, из расчета 2 копейки одному. 19. Где-то за 10 минут до готовности добавить зеленый горошек. Перемешивать блюдо не стоит, рис должен впитать всю жидкость и остатки. Подписывайся на наш канал, еда с перчинкой. Всем вкусненьких блюд, должна настояться под закрытой крышкой после приготовления еще 15-20 минут. Субтитры сделал DimaTorzok